Премьер Армении Николай Пашинян заявил, что планирует подписать мирный договор с Азербайджаном до конца нынешнего года. А мы, когда начинали с вами только общаться, я напомню, что там был очередной такой очаг возгорания, пытались, в общем-то, вооруженным путем и армяне что-то там делать и так далее. Все, сейчас, говорят, будет мирный договор. Но позвольте, я к хорошему домешаю плохое, а вы объясните, господин Юнус, потому что Армения, которая абсолютно пророссийская для всех, очевидно, не остаются пока что членами ОДКБ, они заявили, что они перестают пускать к себе этническую армянку, мать всего пропагандистского движения Российской Федерации, Маргариту Симоньян. Можно ли предположить, правильно ли будет сказать, что Армения, по крайней мере, встает на некий такой путь отхода от связей, зависимости от Российской Федерации? Что вообще происходит? Значит, то, что премьер Армении делает такие заявления, это не первый раз. Он уже два раза делал публично с трибуны парламента армянского, сказал, что я готов подписать, даже если меня назовут предателем. И далеко не случайно, после поражения во Второй Карабахской войне, когда прошли внеочередные выборы, все думали, что его не изберут. Ну, проиграл войну однозначно. Удар по национальной гордости, как такое может быть? Представляете, 54% его избрали. Это говорит о том, что 54% на тот момент армянского населения против войны. Они за мир с Азербайджаном. Потому что, проиграв в войне, и 54% отдавут голоса именно этому человеку, который был главнокомандующим и проиграл, это просто невозможно. Вот грубо говоря, вы проиграете эту войну, и вы снова выбираете Зеленского. А заложный остается главнокомандующим. А если, наоборот, вы побеждаете, они становятся национальным героем. Вот тут третьего варианта нет. В Армении они взяли и избрали снова его. И, естественно, логичнее было это реализовать. Вот он доверие. И под этот вот он доверие, естественно, на Западе стали шевелиться. В Брюсселе. И четыре встречи прошли между Азербайджаном и Арменией. Ну и каждый раз после таких встреч шла эскалация на границе Армении и Азербайджана. Насколько теперь я могу судить, вот моя аналитика, и на основании той информации, которую я обладаю, очень много происходит вот таких эскалаций и таких провокаций на границе с армянской стороны. Я скажу, да, вот первую очередь армянник же говорит, это сделает азербайджанцы, азербайджанцы говорят с армянской стороны. Я постараюсь быть объективным в этой ситуации. Я объясню, показываю, что с армянской стороны. Пусть армянин выйдет и будет говорить, что там с азербайджанской стороны, так же объективно, как я это стараюсь сегодня сделать. Я забыл на секунду и стал над проблемой. Хочу показать, как я вижу эту ситуацию. Мне кажется, он не контролирует до конца военных силовые структуры, потому что мы знаем, что 20 лет они находились в руках России, определенных сил, военно-промышленного комплекса той же России, и в первую очередь их ставленники. Они сегодня там. Это второй президент Армении, Роберт Кочарян, и третий президент, Сергей Шаркисян, которые в этом не заинтересованы, и которые вот формировали эту элиту военную на протяжении 20 лет. Многие из них живут там, и многие находятся на должностях. И далеко не трудно организовать какие-то возможные провокации. Это возможно организовать. И сегодня точно так же. Потому что сегодня Армения становится форпостом вот этого противостояния. С одной стороны Брюссель, Евросоюз, с другой стороны ОДКБ. Потому что когда после встречи в Праге они как будто бы договорились, и даже отправляют туда наблюдателей с армянской стороны, потому что Азербайджан сказал, Армения независимая государство, она кого хочет, может со своей стороны в качестве наблюдателей. Мы со своей стороны будем сами наблюдать. Захотим, Турцию позовем. Захотим, сами будем наблюдать. Нас это не касается. Ну, вы говорите, мы это делаем, мы говорим, вы делаете. Но если будут там стоять иностранцы с вашей стороны, они увидят, кто это делает. 40 человек договорились на 2 месяца. Как тут же Россия сказала, а мы отправляем туда наблюдателей ОДКБ. Понимаете, да? То есть и там будет идти это противостояние между сегодня Россией и тем же ОДКБ. Конечно, в этой ситуации, когда он делает такие заявления, ну, это заявления, надо же их переводить в предметную плоскость. И для этого они договорились в Праге, что министры иностранных дел будут работать над текстом этого мирного договора. Текст, который за базовую основу взят. Там 5 пунктов, которые Азербайджан предложил. И Армения с этим согласилась. И Брюссель это поддержала. И Соединенные Штаты это поддержали. И далеко не случайно это все объяснили в Брюсселе как раз-таки армянской делегации. И когда Армения это увидела, и он открытым текстом пришел, сказал, что Запад хочет мирного договора. Потому что если вы хотите освободиться от удавки России на Южном Кавказе, значит Россию надо выдавливать. А какие силы есть у Армении выдавливать Россию, когда Армения все годы своей независимости является военно-стратегическим партнером России и Ирана. Двух врагов Запада, двух врагов той же Украины. Кто противостоит сегодня? Ну единственная реальная сила в этом регионе от имени того же коллективного Запада. Единственная страна это Турция, член НАТО. У Азербайджана нет этих возможностей, у Грузии нет этих возможностей. Другое дело, Азербайджан вместе с Турцией, конечно, могут решить эту задачу и защитить ту же Армению. Если в этой ситуации Армения сделает нужное телодвижение в сторону Турции и Азербайджана. То есть подпишет мирный договор. А Турция говорит, я не подпишу с Арменией мирный договор, пока вы не подпишете с Азербайджаном. В тот же день, когда вы подписываетесь, мы открываем посольство, открываем... Авиасообщение уже открыто. Между Турцией и Арменией авиасообщение даже они открыли. То есть мы это все делаем. Это делается, конечно, с благословением того же Вашингтона и того же Брюсселя. Они заинтересованы, потому что таким образом они выдавливают Россию. И после этого можно заниматься тем же Ираном. И судьба Ирана после тех процессов, которые сегодня там идут, тоже 50-50. А вот это все же вы подняли, вот эту бучу, так сказать, я имею в виду политическую. И в результате этого в движение пришло и то, что начало слегка двигаться после Второй Карабахской войны. Но по масштабам Южный Кавказ это не Украина, и Ваша война намного выше. Она глобального. А у нас была региональная вот такая война. И сегодня это надо смотреть вместе. И если, естественно, удастся это сделать армянскому политическому руководству, я лично сторонник этого, я поддерживаю в этом вопросе. Потому что однозначно тогда исчезнет причина конфликта. Сегодня причина конфликта, которая была под названием Нагорный Карабах, она исчезла на 95%. 5% она еще осталась. И она находится под сапогом российских солдат. Но по мере ослабления России, и плюс посмотрите, если Армения подписывает с Азербайджаном мирный договор, что там делают российские войска? Вы кого защищаете? Вы защищаете Армению, армян от азербайджанцев, от Турции. А они помирились. И более того, Запад это аплодирует, поддерживает. Все. И Армения говорит, если мне нужна будет защита, я буду защищаться на Западе. Ты мне больше не нужен. И Азербайджан говорит, раз Армения не хочет вас, вы тоже покидайте эту территорию. Все. Это выгодно Азербайджану? Выгодно. Выгодно Турции? Выгодно. Это выгодно Западу? Выгодно. Теперь надо сделать так, чтобы это армяне сами поняли, что это им тоже выгодно. Поэтому Пашинян наверняка и делает такие заявления. Но поверьте мне, процесс будет очень тяжелый. И в ближайшие два месяца мы можем видеть вновь какие-то провокационные эскалации на границе Армении и Азербайджана. Далеко не случайно Иран проводит эти учения. Иран открывает. Вот смотрите. Иран открыл консульство Ирана в Кафане. Иран враг США. Враг Запада. Как Пашинян это пропустил? Как Пашинян мог на это пойти? Или в Америке, в Вашингтоне аплодировали из-за этого? Нэнси Пелоси, ну-ка выйди и скажи. Объясни тогда. Ты же ездила туда месяц назад. Ты же говорила о поддержке. И вдруг ты приходишь, а после этого армяне открывают там консульство Ирана в Кафане? Если бы они там открыли бы консульство Франции, США, я бы еще сказал, ну понятно, логично. Но вы открываете консульство Ирана. Россия этому аплодирует. Иран этому аплодирует. И после этого вы говорите о прозатворных настроениях в Армении. Вы хотите мирного договора с Азербайджаном? А как там мирный договор может быть, когда Иран скопил там свои войска и еще поддерживает Россию дронами и говорит баллистическими ракетами? Чем Иран купился? На что купился? Что может России сегодня помочь тому же Ирану? Дважды 24. Единственная ядерная технология. Больше ничего у России нет. Больше ничего у России нет. Россия сама у них дроны просит. А это кому надо в регионе? Это кому надо? Поэтому далеко не случайно министра обороны Израиля, Турции и Азербайджана встречаются сегодня в Турции. Далеко не случайно президент Израиля находится сегодня здесь в Вашингтоне. Поэтому Армяне в целом, армянское общество должно подумать, какие идут процессы в мире и где место Армении. И с кем вы? С кем вы? С цивилизованным миром? Хотите мира или вы хотите опять же войны? Вы что не понимаете, что международное право сегодня на стороне Азербайджана? Так же как международное право сегодня на стороне Украины. Типа Крым, Донбасс. Это Украина. Нагорный Карабах. Это Азербайджан. Абхазия, Южная Осетия. Это Грузия. Приднестровье. Это Молдова. Эти прописные истины. Дважды два четыре. Сколько надо еще вам объяснять? Вы будете начинать рассказывать тысячи лет тому назад. Это кому принадлежало? Ну давайте тогда дальше пойдем. Кому принадлежал Вашингтон? Америка. До Колумба еще пойдем. Да, туда пойдем. Сила страны, уважение страны. Совершенно не в тех глупостях, которые вы озвучиваете. Вот США всего 200 лет. Правильно? Лидер на планете. Какая у них история? И рабоводительский строй был у них. Черт ли что здесь было? Вообще у них сегрегация была 50 лет тому назад. 50 лет тому назад. 60-е годы. А сегодня? Поэтому уровень страны от того, как живут твои старики, как живут твои дети, как они социально защищены. А если вы страну хотите защищать, страна должна в первую очередь экономически развиваться. И на базе уметь защищать свои национальные интересы. Можете это сделать сегодня? Нет. Посмотрите на карту и посмотрите на географию. У вас даже выхода к морю нет. Единственный выход на границу у вас к Ирану. К Ирану. И вы с Ираном, с врагом всего человечества. Сегодня вы строите стратегические отношения, открываете их консульство. А потом кричите на весь мир. Спасите. Как вас хотят спасти. Протягивают руку. Какая разница, вам протягивают руку Турцию и Азербайджан, которых вы не любите. Вы хотите утонуть? Возьмите сначала, спаситесь. А потом сядьте. А потом подумайте, почему вы ненавидели друг друга. Где у вас проблемы? Может они сегодня решаемые? Французы с немцами решили проблемы? Или они Гитлера вспоминают по сегодняшний день? Нет. Я уверен, и бывшие Югославии, Босния, Герцоговина, Косово, Сербия. И вот эти все страны, которые там в Сребнице были, геноцид был. Буквально недавно. Несколько десятилетий назад. Уйдет это поколение. Новое придет. Политика отойдет назад. Перейдет, пойдет экономика. Евро будет работать. Границы будут открыты. Вот о чем надо говорить. 21 век. Век айфонов. Век интернета. Люди на Марс летают. А вы что? Чем занимаетесь? Миацум, Миацум. Вот это идиотская идея. В 80-х годах в советское время. И привела к тому, что 30 тысяч погибло почти с обеих сторон. И с Арменией, и с Азербайджаном. Вы хотите повторения этого? У вас есть для этого возможность? У вас есть вторая армия НАТО, которая за вами стоит? У вас не первой нету, и третьей нету. И даже десятой армии нету. Единственная армия, которая за вами стояла, она сегодня трещит по швам в Украине. Вот и все. Или Иран, который под санкциями находится. Посмотрите, сколько собрал на границе с Азербайджаном. Посмотрите, на каком уровне у них там техника. И что? Пускай хоть 50 тысяч не будет, пускай 100 тысяч будет. Сегодня война другого уровня идет. Вот собирают россияне, мобилизованных. И что? Почему они проигрывают? Войну? Бог, как сказал Вольтер, Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне метких стрелков. Не забывайте об этом. Господин Геннус, последнее, очень коротко. Маргарита Симонян, которая запретила въезд фактически на свою малую родину, потому что она армянка. Это что-то значит? Это можно сказать, что уже как бы и пропагандистов не хотят никуда пускать? Ну, вы знаете, я думаю, след за ней не будут пускать и ее супруга, и Романа Бабаяна, и Андроника Миграняна. Но заметьте, одни из самых главных российских пропагандистов армяне, даже не русские, даже не русские, этнические русские. Именно армяне. Ну, здесь не национальный вопрос. Здесь рассматривать именно так вот, именно, какой микроклимат в той же России. Потому что на вас, вот, например, война идет сегодня, там вот 300 тысяч мобилизованных, а те, которые творили Ирпень, Буча, все, не будем же говорить, это сделал Бурят, Чечен, Дагестанец, или там, это делали россияне, это делали все те, кто поддерживали этот режим. Поэтому для меня все эти пропагандисты, которые выступают на их каналах, да, они как раз-таки негодяи, они на стороне зла. Если их не пускают куда-то, они мало что решают, их завтра никуда дальше пускать не будут. И они будут сидеть на скамье подсудимых и отвечать за все то, что они творили. Так же, как 80 лет назад сидели на скамье подсудимых все те, кто поддерживали того же Геббельса и потакали ему. И я в этом даже не сомневаюсь. И то, что кого-то куда-то не пускают, не удивляйтесь, потому что уровень этих Соловьевых, Скобеевых и всех остальных вот этих, мы должны понимать, это Швондеры, Шариковы, а есть еще профессоры Преображенские. Давайте будем побольше говорить о успехах профессора Преображенского. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Преображенский. 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 Преображенский.